Математика 5 класса Первый навык, необходимый для решения задач, это находить дробь от числа. Из курса 5 класса мы уже знаем, как это делать. Давайте же вместе вспомним на примере решения задачи. В магазине 100 телефонов, 3 пятых из них марки Apple. Сколько телефонов марки Apple в магазине? Для решения данной задачи давайте начертим отрезок. Разделим его на 5 одинаковых частей. Три части из которых будут являться телефонами марки Apple. Общее количество 100 телефонов мы обозначим за одну целую часть. Почему же одна целая часть? Потому что у нас есть 5 частей и общее количество тоже 5 частей. Для решения данной задачи давайте же найдем, сколько находится телефонов в одной такой части. Для этого мы возьмем общее количество 100, разделим его на 5 и получаем 20. Именно столько телефонов находится в одной такой части. Из условий задачи мы уже знаем, что телефоны марки Apple это 3 части. Поэтому умножим 20 телефонов на 3, получаем 60. Это наш ответ. Но также существует более легкий способ решения задачи. Для этого нам нужно взять общее количество в 100 телефонов и умножить на дробь, которую нужно найти. То есть на 3 пятых. 100 это целое число, в знаменателе которой находится единица. Поэтому 100 умножаем на числитель 3, а в знаменателе оставляем 5. Здесь мы видим, что можем 100 и 5 сократить. Сокращаем. В знаменателе получаем единицу, а в числителе 20. Такой же ответ 60 телефонов. Следующий набок, необходимый нам для решения задачи, это нахождение числа по его дроби. Также на примере задачи вспомним, как это делается. В компьютерной игре Minecraft сейчас находится 36 участников на сервере, что составляет 6 одиннадцатых всех играющих. Сколько же участников сейчас на сервере? Для решения данной задачи возьмем 11 одинаковых прямоугольников. Шесть из них, как вы видите на экране, закрашены фиолетовым цветом. Это и будет количество участников на сервере. Оставшееся количество же нам неизвестно. Точно так же, как и общее количество. Для решения данной задачи разделим известное нам число на известную нам дробь. Таким образом мы найдем общее количество участников на сервере. Пример деления на обыкновенную дробь. Действие деления переходит в умношение, а дробь принимает обратный вид. Получаем 36 умножить на 11 разделить на 6. Сократим числитель и знаменатель. Получаем 66 участников. Именно такое количество сейчас находится на сервере. Теперь, когда мы вспомнили с вами, как же находить дроби, мы можем приступить к решению задачи. Попкорн на 5.16 состоит из карамели, а остальную часть составляет кукуруза. Сколько всего попкорна приготовили на премьеру фильма, если кукурузы 22 килограмма? Чтобы решить эту задачу, мы с вами отдельно запишем части попкорна и массу попкорна. Общее количество, как показано на рисунке, мы возьмем за одну целую. Нам известна часть карамели, 5.16, а часть кукурузы остается неизвестной. Но известна масса кукурузы, 22 килограмма. А масса карамели и общая масса попкорна нам неизвестна. Как вы уже догадались, мы должны сначала найти часть кукурузы, далее найдем массу карамели и всего попкорна. Для этого от 1 целой отнимем 5.16, где 1 целая будет означать общее количество попкорна, а 5.16 – количество карамели. Единицу представим в виде дроби 16.16. И отнимем 5.16. В результате получаем 11.16. Это как раз-таки часть кукурузы. Далее нам известна масса кукурузы, точно так же, как известна ее часть. Что мы должны сделать, ребята? Правильно. Мы должны разделить массу кукурузы на ее часть. Принимаем обыкновенный вид и переводим в произведение. 22 умножаем на 16, делим на 11. Сокращаем в числителе и знаменателе 22 и 11. В знаменателе получаем единицу, а в числителе двойку. В результате ответ 32 килограмма. Именно столько попкорна приготовили на премьеру фильма. Молодцы, ребята. Давайте перейдем к следующей задаче. Ширина прямоугольника 3,2 сантиметра, что составляет 1 третью его длины. Найдите периметр прямоугольника. Мы с вами знаем, что за фигура прямоугольник. Это фигура, состоящая из четырех сторон. Длины, ширины, длины и ширины. Для того, чтобы найти периметр прямоугольника, воспользуемся формулой. Длина плюс ширина умножить на 2. Периметр, как вам известно, это сумма длин всех его сторон. Для решения данной задачи мы должны вспомнить с вами условия. Нам говорится, что ширина составляет 1 третью часть длины. То есть, 3,2 седьмых это всего лишь треть нашей длины. Что же мы должны сделать? Эта задача относится ко второму типу, который мы с вами уже разбирали. Для этого мы должны взять известную нам значение 3,2 седьмых и разделить на известную часть. Получаем выражение 3,2 седьмых разделить на 1 третью. Здесь мы переведем 3,2 седьмых из смешанного числа в неправильную дробь. Далее разделим на обыкновенную дробь, то есть переведем в действие произведения, а 1 третья примет свой обратный вид. 23 седьмых умножить на 3 первых. Числители и знаменатели не сокращаются, получаем ответ 69 седьмых. Это и будет параметр нашей длины. Здесь мы можем перевести ее в смешанное число, но нам это не нужно. Далее найдем периметр нашего прямоугольника путем сложения длины и ширины. Здесь мы видим, что знаменатели у нас одинаковы, поэтому мы можем сложить наши числители. Получаем выражение 92 седьмых умножить на 2. 2 здесь выступает в роли целого числа со знаменателем 1, поэтому мы можем двойку умножить на 92 числитель. Получаем ответ 184 седьмых. Далее давайте выделим целую часть, так как это последний этап решения нашего примера. Это и будет являться нашим ответом. 26,2 седьмых – периметр нашего прямоугольника. Молодцы, ребята. Давайте перейдем к решению следующей задачи. Задача номер 3. Завод выполнил 0,6 всех заказов. Чтобы полностью выполнить заказы, завод должен выпустить еще 44 электросамоката. Сколько всего электросамоката должен выпустить завод? Так же, как и в прошлых задачах, обозначим общее количество самокатов за 1 целую. Выполненная же часть обозначим за 0,6. Тогда, ребята, вы уже догадались, что невыполненную часть мы должны с вами найти, как путем разности общего количества на выполненную часть. Теперь же найдем часть невыполненной работы. Для этого из единицы вычтем 0,6. В результате получаем 0,4. Это часть нашей невыполненной работы. Далее мне известно количество самокатов 44, которую не выполнили. Если я поделю это число на 0,4, то есть на его часть, я получу выражение, которое будет равняться общему количеству самокатов. Здесь у нас деление на десятичную дробь. После запятой мы видим всего лишь один знак. Передвинем его вправо. А если мы в делителе передвинули на один знак вправо, то и в делимом передвинем тоже на один знак. Получаем выражение 440 разделить на 4. Ответ. 110 электросамокатов должно было выполнить завод. Дорогие ребята, сегодня мы с вами вспомнили, как решать задачи на обыкновенную и десятичную дробь, а также применили действие решения над дробями. На этом наш с вами урок окончен. Спасибо за внимание. Всего доброго. Субтитры подогнали Симон.